О, сделала себе прическу перед съемкой. Как говорится, не дать не взять. Hi everyone, с вами Ева Лорман и в этом видео мы поговорим о каскадах. Да, опять каскады. Завершение, так скажем, темы. Подытожим. И мы сегодня обсуждаем мифы и реальности касаемо каскадов. И первый миф. Каскад самая популярная стрижка и она подойдет любому типу волос. Не знаешь что подстричь? Стриги каскад. Клиент каскаду всегда будет рад. И не важно, что он идет далеко не всем. Парикмахеру вообще об этом думать зачем? В этом деле главное бабло срубить и быстрее пойти и покурить. Та-дам! Не, ну конечно не все мастера так поступают, но мы-то знаем, что парикмахеры делятся на две категории. Те, которые действительно любят свою работу и работают, рассказывают своим клиентам, просвещают их, доставляют им радость и удовольствие. А есть, которые люди случайные, попали в эту профессию, так им лишь бы, лишь бы, лишь бы быстрее уже кого-нибудь обслужить и пойти покурить. Поэтому, ребята, без обид. Реальность! Нет! Это огромное заблуждение, как среди мастеров, так и среди клиентов. Каскад предполагает разрежение волос, особенно каскад итальянка. Каскады были специально созданы для тех волос, у которых их просто много, огромное количество волос. Я, например, сталкивалась с такими клиентами, у которых хвост вот такого размера буквально. Конечно же, им очень тяжело носить эти волосы. Они хотят длину волос, но эта длина их утомляет, у них головные боли, они не знают, что с этими волосами делать. Всем бы такие проблемы. Следующий миф. Стрижку каскад легко укладывать и не надо ничего уметь. Да, это примера также легко, как штаны через голову одеть. И опять это заблуждение. Каскад самая сложная стрижка в укладке и если ее не сделать, то клиент вообще не увидеть даже этого каскада. В некоторых случаях, если не очень хорошо подстрижено, будет такое ощущение, что как будто кошки подрали эти волосы, пообскубли. Поэтому, прежде чем стричь каскады, мастер, конечно, должен оценить тип и качество волос. И уточнить у клиента, вы вообще дома как укладываетесь? На что некоторые клиенты говорят, а что это такое? А я с утра встала, расчесала волосы и пошла на работу. А очень часто клиенты, знаете, как поступают? Они берут фотографию, показывают и говорят, подстригите меня именно так. Мало кто понимает, что стрижка это всего лишь 50 процентов. Эту стрижку надо еще уметь укладывать. Поэтому очень часто такое бывает, когда клиент домой приходит после стрижки счастливый, потом голову помыл, высушился абы как или как умеет, хотя чаще всего это одно и то же и ждет этого же результата. А результата нет, потому что каскад требует укладки. А еще у меня был такой случай, когда клиент пришел мне говорит, у меня хвостик маленький. Та-дам! Я имею ввиду вот этот хвостик, который завязывать можно на макушке, после каскада он действительно становится маленьким. И это тоже маленький-маленький пункт, но очень неприятный для многих клиентов. Поэтому каскад нужно стричь с учетом вот этих вот пунктиков, пунктик, пунктик, пунктик. И все эти пункты желательно обсудить заранее с клиентом. Третий миф. Каскад самая популярная стрижка, потому что идет абсолютно всем. Каскад идет всем. Не смешите меня, это абсолютное заблуждение и полная фигня. Реальность. Каскад идет далеко не всем. Дело в том, что каскады удлиняют лицо. Какая бы форма лица у клиента не была, нужно сразу определить именно вот эту величину. Если вот эта величина, она называется в стилистике вертикаль, слишком высокая по сравнению с горизонталью, то каскады нежелательны, потому что именно каскады удлиняют лицо своими вертикальными линиями. Что касается форм лиц и правильному подбору стрижки, я обязательно на этот счет сниму дополнительный ролик, потому что он требует прямо такого детального разбора. Четвертый миф. Каскад придает моложавый вид и прекрасно возраст скрывает. Но это как посмотреть. Лохматость еще не гарантия помолодеть. А вот когда будете укладывать каскад себе сами, научитесь расческу и фен держать зубами, накачайте мышцы лица, как с куста. А так я вообще сама доброта. Что касается этого мифа, то я с ним совершенно не согласна, потому что каскады стригутся на средние и на длинные волосы, а закон стилистики гласит, чем старше человек, тем короче должна быть у него стрижка. Почему так? Да потому что когда у нас около лица длинные волосы, они придают нам вертикали. А что такое вертикаль? Вертикаль это волосы, вот эти которые около лица находятся. А с возрастом что происходит с лицом? Это называется птос, это называется опущение лица, мышц лица, лицо плывет. Как это не печально, но так оно и есть. Лицо со временем опускается. Это конечно еще благодаря законам гравитации, притяжение земли. Птос это когда опускаются вот так вот мышцы, брыли начинают появляться. У кого-то это наследственный фактор, у кого-то это со временем, ну блин от этого никуда не деться. Соответственно при опущении лица или мышц, у лица появляются дополнительные вертикали в виде даже вот этих вот носогубных складок. И вертикальные стрижки они тоже придают дополнительную эту вертикаль. И визуально лицо кажется еще более опущенным, поэтому каскады и возраст понятия несовместимы. Честно сказать я на бабульках когда вижу каскады прям смешно. Такое впечатление, что человек еще не догулял. Причем ремарка, мы говорим сейчас о длинных каскадах, а очень короткие каскады, они идут возрастным клиентам. И пример такого каскада это мое предыдущее видео. И пятый миф. Каскады и окрашивание амбре и балаяж это идеальное сочетание. Реальность. Каскад амбре и каскад балаяж. Запомни парикмахер этот гуляж. Это самое вкусное сочетание и удовлетворит клиента желание. Совершенно верно! Я полностью за всеми руками и ногами. Именно это сочетание является идеальным. Я бы даже больше сказала, если нет каскада, то не нужно даже заморачиваться на амбре или на балаяж. Потому что именно в градуировках виден этот переход, эта текстура. Если будет стрижка одной длины, прям даже можно сказать зачем мучиться делать балаяж. Не, на каре конечно амбре с балаяжем тоже прекрасно смотрится, но там каре маленькая длина. А мы сейчас говорим об очень длинных волосах. Если там волос под 30-45-50 сантиметров, а то и 60 по попу, то там конечно какие могут быть варианты. Особенно если это очень густой волос одной длины, то вообще не вижу никакого смысла их так окрашивать. Если это будет редкий волос, то красиво смотрится и амбре и балаяж. Но еще эти два окрашивания гораздо круче смотрятся на каскадах, на фронтальном каскаде, даже на той же итальянке. Да что там говорить, посмотрите сами. Вы видите, что это результат амбре и балаяжа на каскадах. Единственное, что эти каскады уже с укладками и если расчесать или убрать эту укладку, то там будет совершенно другой результат. Но не в этом дело. Дело в том, что когда клиент приходит и говорит, я хочу изменить свою внешность, я хочу подстричься в первую очередь. Я лично всегда советую так, подождите, стричься, давайте изменим сначала цвет волос. Вот только после этого можно уже стричь волосы, а просто обычной стрижкой не меняет цвет волос, особенно если он никакой, ничего практически не изменить. Лично я так всегда поступаю. Вот этой фишечкой я пользуюсь уже очень долгое время и ни разу она меня еще не подвела. Вот это не совсем правильное мышление, когда хочешь клиенту что-то изменить или он у тебя просит что-то изменить, сразу все кидаются на стрижки. Нет! Понятно, что форма играет свою роль, но после цвета, когда создал идеальный цвет клиенту, даже форма потом уже прям сама ложится. Вот я вам рассказала о мифах, которые существуют про каскады и вы видите их достаточно много и это я еще не все вопросы подняла. Пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, может кто-то еще идейку подкинет. Рада быть полезной! Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Эй народ! Не скупись! Лайк поставь! Подпишись! Колокольчик тут зажми! Делись со всеми! Не томи! Хватит даме танцевать! Пора идти видео снимать! Субтитры сделал DimaTorzok